Дорогие дороги! Новый год с новых целей. В Химическом институте КФУ представили дорожную карту развития ближайших лет. Какие новые задачи поставлены на этот раз, узнаешь в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете стартовали защиты дорожных карт институтов. И первый, кто представил свою программу развития до 2020 года, стал один из ведущих институтов КФУ – Химический институт имени Бутлерова. Директор Владимир Галкин представил рейтинговую таблицу ведущих вузов страны и поставил ряд задач повышения конкурентоспособности КФУ, в частности, института химии. В области академической репутации, естественно, нужно проводить как можно больше резонансных международных конференций школ на английском языке, в том числе, с приглашением ведущих мировых ученых, которые, в общем-то, и формируют эту академическую репутацию. Репутация у работодателей, значит, у нас достаточно тесный контакт с работодателями, с нашими выпускниками, которые работают этим работодателем. Значит, здесь предлагается провести анкетирование работодателей, активнее привлекать работодателей числа бывших выпускников. Главная цель Химического института – стать ведущим российским и мировым научно-образовательным центром в области фундаментальной и прикладной химии. Также Владимир Галкин обозначил большую значимость публикаций научных статей. Их число должно только расти. Несмотря на лидерские позиции Химического института, должно повышаться сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями. Также создаваться новые образовательные и научные программы. Основная стратегия – существенный численный рост обучающихся и НПР Химического института за счет образования, науки, интернационализации и финансов. В ходе общения с ректором КАФУ Ильшатом Гафуровым были подытожены поставленные цели плана развития новых программ института химии на текущий год. Мы изначально, когда выбирали приоритеты, сказали, что эти приоритеты должны быть востребованы обществом, государством. И исходили из наших ресурсов, прежде всего кадрового ресурса самого университета. То здесь просто нужно научиться все это формализовать и красиво показывать, чего, к сожалению, мы иногда делать не можем. Другое дело у нас технологических вопросов, насколько мы сильны или слабы. Если мы сами это делать не можем, надо привлекать специалистов. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влитяров, Универньюс. Лучшие математики мира приедут в Казанские федеральные навречения медали и премии Лобачевского. Но только один получит почетную награду и признание. В чем ценность заветной награды, выясняла Аделя Шамилова. Получить медаль имени Николая Ивановича Лобачевского, пожалуй, заветная мечта каждого математика. Особую ценность медали придает достойная денежная премия в 75 тысяч долларов. Вручение столь почетной награды нашло позитивный отклик во всех уголках мира. И теперь настоящий праздник науки ожидает Казанский федеральный университет. Стоит отметить, что номинантов на премию и медаль Лобачевского уже несколько. Но только один из них получит заслуженную награду за серию научных трудов, которые наиболее сильно повлияют на развитие современной геометрии. Однако уже сегодня познакомиться с историей медали Лобачевского поближе с легкостью может каждый. На базе Института механики и математики Казанского федерального университета можно не только изучить историю вручения премии, но и открыть для себя любопытные подробности истории великого открытия Лобачевского. Открытие Лобачевского – это, наверное, самое крупное открытие в области математики, сделанное в России, в Российской империи и затем в Советском Союзе и в России по значимости, по своему резонансу, которая в науке, в мировой науке, которая такое открытие вызвала. Здесь нетрудно убедиться, что новый вид геометрии был создан именно Николаем Лобачевским. Еще будучи студентом, он соревновался в своих знаниях с известными астрономами и даже участниками кругосветного плавания. Все это вызывало одобрение у профессоров. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что работа Лобачевского, они не то, что не забыты, они продолжаются, и вот одно из мест, где эта работа продолжается, это кафедра геометрии нашего института. И вот в 1826 году он делает устное заявление о своем открытии, а затем публикует несколько научных трудов на эту тему. До открытия Лобачевского мир знал только один вид геометрии – та самая евклидовая геометрия, которую мы изучаем в школе. Лобачевский доказывает, что привычная нам геометрия – далеко не единственное представление о пространстве. Нередко в западном мире данные открытия присваивают немецкому математику, механику и астроному Карлу Фридриху Гауссу. Именно благодаря тому, что Гаусс, получив от Лобачевского сообщение о своих исследованиях, он сам занимавшись этой проблемой и, похоже, получивший те же результаты, что и Лобачевский, но, как говорят, не осмелившись их опубликовать, все-таки не стал, скажем так, бороться за какие-то приоритеты. Он признал открытие Лобачевского. Казанский федеральный университет неразрывно связан с научными достижениями великого математика. Именно поэтому старейший вуз России получил исключительное право для выручения столь престижной премии. Для наибольшей объективности присуждать награду будут специально сформированные авторитетные международные жюри, а уже его решения будут утверждаться ученым Советом КФУ. Стоит отметить, что Казанский императорский университет уже неоднократно вручал почетную награду всемирно известным математикам, как Вейль Герман, Виктор Вагнер и другим. Казанский федеральный возрождает данную традицию и, как предполагается, вручение медали и премии будет проходить в день рождения Николая Ивановича каждые два года. Церемония награждения пройдет в конце 2017 года. А пока в течение всего года пройдет цикл мероприятий. Приуроченных к году Николая Лобачевского, Аделья Шамилова, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. А теперь самые свежие новости из всемирной паутины. Предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику Веб Ньюс. Сегодня первый президент Татарстана Ментимер Шаймиев празднует юбилеи. Благодаря содействию первого президента КФУ получил статус федерального, а также возможность деятельного участия в проекте 5.100. Рустам Мениханов получил премию в области музыки. Президент Республики Татарстан признан персоной 2016 года по версии ежегодного рейтинга Национальной газеты «Музыкальное обозрение», которая присуждает профессиональные награды в области академической музыки в России. В Казани наградят лучших студентов Республики. 25 января в концертном развлекательном комплексе «Пирамида» состоится церемония награждения 12-й ежегодной премии Республики Татарстан. Студент года – 2016. Главный приз – бесплатное обучение в любом вузе мира. КФУ планирует вывести разработанные методики генной и клеточной терапии на всероссийский уровень. Об этом было заявлено на семинаре, в котором приняли участие научные сотрудники ИФМИП КФУ, врачи университетской клиники и РКБ. Казань присоединится к Международному дню музейного селфи. День музейного селфи имеет свой собственный аккаунт в Твиттер, объединивший самые яркие и необыкновенные изображения со всего мира. Эта акция была создана британским блогером Марой Диксон для популяризации музеев среди молодежи. Именные стипендии братьев Ренады и Ральда Сагдеевых вручили сегодня в КФУ. Стипендия в размере 25 тысяч рублей вручается из личных средств ученых с целью поддержки талантливых студентов Казанского университета. Под Казани завелись бурые медведи. Ареал обитания медведя постепенно приближается к Казани. Они теперь обитают в республике на постоянной основе. В 2016 году в Татарстане насчитывалось 120 особей бурого медведя. Именные стипендии братьев Ренады и Ральда Сагдеевых вручили 19 января в Казанском федеральном. Стипендии в размере 25 тысяч рублей вручаются из личных средств ученых с целью поддержки талантливых студентов Казанского университета. Как это было, смотрите в следующем сюжете. В четверг 19 января в стенах здания Института физики Казанского федерального университета прошло торжественное вручение именных стипендиев братьев Ренады и Ральда Сагдеевых. Медали Гросса и благодарственных писем от имени ректора в рамках прошедшего ученого совета Института физики КФУ. Идея создать собственную стипендию братьев Сагдеевых зародилась еще в 2012 году. И вот уже более пяти лет вручается талантливым молодым ученым в области физики и химии с целью поддержки талантливых студентов Казанского университета. Они известны своими крупными научными школами в области физики и химии. И мы с ним разделились, поскольку я представляю с научной стороны химическую физику, более химическую, а он представляет физику космическую, физику плазмы. Поэтому мы договорились, что одна стипендия должна быть по его профилю, по физике, а вторая по химии. В этом году премию достоилась студентка Института физики Камилы Исхаковой и студентка Химического института имени Бутлерова Диляра Хабдер-Ахманова. Я занимаюсь научной работой на стыке двух наук – физики и медицины. Я занимаюсь электронно-промагнитным резонансом. С помощью него я изучаю различные биологические образцы. Мы с моим научным руководителем измеряем некоторую серию экспериментов, которые связаны с нахождением коэффициентов активности различных веществ в различных растворителях. То есть, по сути, это действительно может помочь большой науке. Это более фундаментальное, конечно, исследование. То есть, это не единственный какая-то, не единый эксперимент. Это целая большая серия. Просто вот часть данных, которая была получена мной и моим научным руководителям, вот они были опубликованы. Помимо представителей слабого пола, в этот день чествовали и профессора Института физики Бориса Малкина, который был достоин медали Гросса, который, в свою очередь, награждаются известные ученые за выдающиеся исследования по спектроскопии полупроводников и диалектиков и наноструктур на их основе. Стоит отметить, что Ренат Сагдеев предложил на следующий год рассматривать в качестве претендентов на стипендию всех студентов КФУ, которые участвуют и в других стипендиальных программах. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не скучайте. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова